Три, два, один, марш! Так, первое место просим Лиду! Вау! Отсюда смотришь совсем другой вид уже? Ну да, стал другой вид уже. Такого, да, я не ожидал. Ну что, готовы? Да! Друзья, всем привет! Записываем это вступление с небольшим волнением от всего того, что будет происходить в этом выпуске. Сегодня вы увидите долгожданное продолжение истории с многодетым отцом Петром и его тремя дочерьми – Лидой, Ксюшей и Юлей. Сегодня мы планируем преобразить еще одну их комнату. Я думаю, из превью вам стало понятно, что это будет кухня. Но вы не думаете, что на этом закончится наш выпуск. Это всего лишь один из запланированных сюрпризов. Также в этом выпуске будет много неожиданных сюрпризов, которые мы и не думали, что сможем реализовать. Сегодня нам будет помогать Дима с канала Сансара, которого, я думаю, вы все прекрасно знаете. Дима сделал для этой семьи один очень серьезный и полезный подарок. Что это будет и какая была реакция у девочек на все происходящее, увидите в этом выпуске. Подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на мой инстаграм. Я вам всем желаю приятного просмотра. Также для новых зрителей мне хотелось бы рассказать историю этой семьи. С ними мы познакомились совершенно случайно, когда ездили по деревням и развозили гуманитарную помощь. На выезде из деревни мы узнали, что в ней проживает многодетный отец, который воспитывает трех девочек-подростков. Пообщавшись с ним, мы узнали, что их маму лишили родительских прав, а Петр работает грузчиком и зарабатывает чуть больше 5000 рублей. Узнав все это, увидев, как они живут, нам очень захотелось им помочь и улучшить их жизненные условия. И первое, с чего мы начали, это заменили кровати, на которых они спали. Так как это были половинки от старенького дивана, на котором спать было крайне неудобно и небезопасно для позвоночника. А также заменили им всю старую мебель на новую. В следующем выпуске мы привезли им подарки от наших подписчиков. Это было 16 различных коробок с абсолютно разным содержимым. Раз, два, три. Ну и в последнем выпуске мы привезли девочек в Новосибирск, где устроили им незабываемый день, водили их на различные аттракционы, делали различные сюрпризы и подарки. И самое главное, мы разобрались с их зрением, подарив им новые очки. Плейлист с их участием я оставлю в описании к этому ролику. Я думаю, для вас ни для кого не секрет, что в этом выпуске нам будет помогать Дима с канала Сансара. Он приехал в Новосибирск сюда на два дня. Завтра у нас запланировано очень много мероприятий. Дима проявил желание нам помочь. Я очень хотел подарить девочкам компьютер, чтобы они могли делать уроки, сидеть в интернете. Но я думаю, вы сами понимаете, что такая вещь очень необходима. И Дима решил эти расходы взять на себя. Дима, тебе за это большое-большое спасибо. И поэтому мы прямо сейчас идем заказывать стационарный компьютер, обсуждать характеристики компьютера, чтобы девочки могли комфортно пользоваться устройством. Собственно, отправляемся туда, и вы сами все увидите. Мы обсуждали, что Cora E5, SSD-шник. Нормально для самого первого компьютера. Компьютер за 30 тысяч, причем стационарный. Это прям очень здорово. Не у каждого из нас в детстве были такие компьютеры. Сейчас мы все оформляем, и уже завтра сюда поедем. Так, ну что, у нас все готово. Прямо сейчас я отправляюсь увидеться с Димой. С Димой вживую я еще ни разу не виделся. Мы бывало там созванивались. Это будет наша такая первая встреча. Полинка, переживаю. Отправляемся туда. И, наверное, чтобы нам не растягивать хронометраж выпуска, и так, скорее всего, длинного, мы выложим небольшой сюжет, как у нас это все прошло. Дима со своей командой, они сейчас поехали покушать. Очень долго ехали, пробки. Ну, собственно, мы на месте, сейчас всех ждем, и как раз обсудим план наших дальнейших действий. А вот где-то прямо здесь рядышком, вроде бы, там находится тигрята. Сейчас пойдем их тоже посмотрим. Ух ты, какой маленький. Привет. Кусается? Ну, так, играется. А сколько у вас их тут? Тигров пятеро. Пятеро? Вы из Читы приехали. Да, мы приехали из Читы. Мы там застряли на карантин, на коронавирус. И год мы там просидели. 14 марта мы туда приехали, и вот сейчас мы оттуда уехали две недели, как мы здесь. На самом деле, приехали сюда делать хоспис для крупных кошек, которые пострадали от неправильного обращения с людьми. Даже для животных инвалидов, для животных тяжелых инвалидов, которых не хотят содержать в зоопарке, которые... А именно крупных, да, вы про крупных? Именно крупных кошек. Ого. Будете обосновываться? Да, будем обосновываться, потому что, к сожалению, у таких животных становится все больше и больше. Как справляетесь? То есть люди помогают? Сейчас у нас благодаря YouTube-каналу мы справляемся. Я в интернете работаю еще, я ветеринарный врач, как бы на онлайн-консультациях сижу. Ага, лапы такие большие. Ну, потихонечку, потихонечку все будет, как говорится. Москва тоже не сразу строилась. Москва не сразу строилась. Будем надеяться, во всяком случае будем стараться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте. Я Игорь. Дима. Очень приятно. Взаимно. Мы тут уже все узнали про вас. Молодцы, обустроили все прям грамотно. Привет. Сколько лет, сколько дим. Привет. О, вы садили, ребята, посмотрите. Привет. У меня на голову выше. Мы тут уже, в принципе, поузнавали тоже для себя. Для наших зрителей тоже оставлю ссылку в описании, чтобы они ознакомились со всей историей. И оставлю ссылку на YouTube-канал День Тигра. Я уже все узнал, я уже все знаю. Друзья, ссылка будет в описании на День Тигра. Подписывайтесь на них. Для них нужна будет вот такая информационная поддержка. Дима такой большой прям. Нет, ты выше. Я высокий, а ты большой. Собственно, что? С Димой мы едем завтра помогать Петру. Устраивать сюрприз, преображение. Много всего планируется у нас интересного. Что, Дим? Надо переход? Надо делать переход. Давай. Тогда приезжай. Друзья, прямо сейчас мы доехали до бабушки Раисы. В общем, на самом деле, сложная вся эта история. Чайник, так? Вот макароны. Вот хлеб обжариваю. Ну, не шифонеры, не шкафчик. Ну, нету. Прямо куда вот продукты, ваши продукты. Мне прям жалко. Куда вот хаос, такой хаос. У вас раньше были шкафы какие-то, кухня какая-то? Что-то было? Шифонера от роду. Тут же как опружин. Ты погляди, что? Как опружин, невозможно. Что, видишь? С завтрашнего дня начнем думать. Ввязался с этими незнакомыми пацанами. С эти салаги. Салаги незнакомые. Да никто к тебе не придет, Рая. Ночью не придут? Да нет, конечно. Это же друзья мои. Две тысячи, чтобы они ко мне ногой не стучали. Иван и Игорь. Ну, да. Тут, конечно, ассортимент. Осталось с ней договориться. За маньяком допустила. Рай. Ай, маньяки опять, Витька, ну ты че? Да это не маньяки. Бабушка Раиса, мы вам привезли мебель новую. Мне не надо мебель, я уже в престарелом доме. Тут нога уже в престарелом доме ел. Да, и мы вам с престарелым домом тоже поможем. Не надо мне, там помогут. Отдам пенсию, меня там накормят вот так. Да газели посмотреть. Витька, где Берданка? Расстреляй меня, ничего не надо. Никогда не угадаешь, что получится или что-то пойдет не так. Так, по крайней мере, мы попробовали. Чуть позже вы узнаете, что Витя нам рассказал, как проходили эти два месяца. Мы приехали забирать часть мебели, потому что бабушка Раиса ни в какую ее не принимает. И все это везем Петру, потому что сейчас эта мебель ему нужнее. И вы многие об этом тоже писали. Сейчас начинаем грузиться. Нас Витя тут должен встретить. Здравствуйте. Здравствуй. Привет, Игорь. Привет. Это Дима. Виктор. Когда мы тогда уехали, оставили всю мебель. Ты мне скидывал видео, как вот это все происходило. Что получилось отдать, что не получилось. Я мелочевку для начала ей понес, тому радиоприемнику, которому она мечтала. Это я, Витя, сосед. Ребят, ты опять на них идешь? Нет, я один. Так, держи, веник тебе. Дома убираться будешь? Все, давай, Рай, смотри, что в пакетике. Все, давай, отдыхай. Долго пришлось ей соглашаться. Сейчас подготавливаю ей второй пакетик. Здесь у нас ботиночки, потому что на улице не так уж и тепло. Сейчас ей будет очень хорошо. Совочек. Веник я уже отнес. Шапочка очень хорошо сейчас будет. Моющие средства также. Порошки. Вот это корм собакам. Они очень любят его. Ну, пакетики какие-то. Да, целый мешок. Надрежешь же, по чуть-чуть им давай, хорошо? Ведь ты что-то в коробке. Так. Смотри. Соколочник. Это песня. Это песня. Это песня. Радио, Витя. Да. Ой, Витя, как его настроим? Тихонько. Настроим. Настроим. Шапочки края надо померить. Нет, правда. Удобно сидят? Ну вот, ты когда так меришь, да? Меня учили. Тупо так пальцы когда упираются. Витя, ну эти хорошие тем более. Они тоже самое. Задники видят. Да, шаши, одевай. Носочки растет тебе. И кошкам, и типят. Ну все. Опять подсыпал. Ну все. Ну пошли. Ага. Ну дальше все не продолжилось. Ничего у нас с ней. Не захотела. Отказывалась от мувальника. Сказала, что это сложно для нее. Хотя тоже когда-то говорила, что было бы удобно. Ну конечно, у нее даже руки негде там мыть. Тазик, вода, ведро. Привыкла она к такой жизни. Пытаешься улучшить качество жизни, она не принимает это. О чем мы говорили, что есть какие-то определенные проблемы. Плюс то, что человек всю жизнь прожил так. Он не знает, какая жизнь есть по-другому. Брат обещал приехать. Я думаю, что если он здесь постоит, мы с ним пересечемся и с его помощью установим к ней. Давай, давай так. А на улице он пропадет. Тогда умывальник и матрас с кроватью мы оставляем. Давай так. Да. А кухня, если понадобится, звоним и привезем новую кухню. Договорились? Хорошо. Ну все, провожай нас. Нам просто говорили жители, что ей пытались помочь уже, а она просто вроде бы как принимала, а потом находили на мусорке все это дело. Либо она сжигала. Я просто решаю все равно лучше попробовать, чем не попробовать, да, и пожалеть об этом. Поэтому мы попробовали, но к сожалению не получилось, но все равно сейчас часть оставим и дай бог вот хотя бы это она примет. А дальше будем уже смотреть, да, потихонечку со временем. Это, конечно, для семьи Петра тоже будет не лишнее. У них там вообще все старенькое, старенькая комода у них вообще даже нет под одежду. Тоже лишнее не будет. Ой, Дима, аккуратней. Здоровье у нас одно. Согласен. Что, все вроде? Да, закончили. Я предлагаю сейчас посмотреть, что в итоге остается. Из того, что привозили, остается вешалка, чтобы она могла вещи хоть как-то вешать. Это мы уже сказали, умывальник. Так, это протравка от мышей остается. Моющие, губки, посуда, кружки. Ну, тоже моющие-то тоже остается. Оставляем. Здесь свет. Мы хотели, ну, проводку сделать, ну, света добавить. Это тоже оставляем. Нет смысла это забирать. Мойка это от кухни, это мы забираем. Давай. Здесь одеяло, да, подушка, новое постельное белье, два комплекта. Это тоже мы оставляем. Какой в итоге итог? Что должен приехать брат бабушки Раисы и сыну с помощью Вити. Они постараются как-то ее болтать и все, что осталось, ей занести. На этом наш день заканчивается. Сегодня все. Да, почему мы приехали вечером? Витя завтра утром работает. Нужно было это все делать сегодня. Завтра утром мы забираем Димин сюрприз, который Дима подготовил. И отправляемся в деревню. А еще у нас есть хорошие новости. Совсем недавно в нашем городе появился новый и удобный сервис пассажирских перевозок Индрайвер. Благодаря которому в прошлом выпуске мы привезли девочек из деревни в Новосибирск. Почему я выбрал именно Индрайвер? Помимо обычных городских перевозок, они также оказывают услуги по перевозке между городами, в отличие от аналогичных сервисов. Но самое главное, что цену поездки я определяю сам, просто предложив ту сумму, которую я был бы готов заплатить за поездку. А после оформления заказа у вас будет возможность выбрать водителя из тех, кто откликнулся на ваш заказ. А там уже можно выбирать, исходя из рейтинга, марки автомобиля и количество совершенных поездок. Более того, можно поделиться информацией о поездке и местоположением прямо из приложения. Также недавно у них появились грузовые перевозки, что для нас в последнее время очень актуально. Сервис позволяет экономить на поездках. И теперь вы знаете, с чьей помощью это можно сделать. А еще администрация Индрайвер предложила помощь нашему каналу. В ближайшее время мы планируем привезти Лиду в Новосибирск, чтобы помочь ей решить вопрос с ее зубами. А также отвезти стройматериалы Петру на постройку бани. Индрайвер поможет нам привезти Лиду в Новосибирск, а также отвезти стройматериалы Петру в деревню. И немного информации, чтобы вы понимали. Индрайвер работает более чем в 32 странах, а совершено уже около миллиарда поездок. И пользуется приложением около 80 миллионов человек. Приложение доступно как на iOS, так и на Android. Скачивайте приложение прямо сейчас по ссылке в описании к этому ролику. И мне хотелось бы сказать огромное спасибо Индрайверу, что они обращают внимание на такие каналы, как наши. И помогают нам в осуществлении наших добрых дел. Индрайвер, вам за это огромный респект. Привет, привет. Ну что, как дела? Нормально. Встречайте и принимайте гостей. Ну вот, все для Дима. Дядя Дима привез вам подарочки. Спасибо. Подарочки вот. Повезли сладкое. Кто любит чокопай? Да. Все любят? Тут 4 разных чокопай. Спасибо большое. На любой вкус есть. Держите. Спасибо. В комнате покажете дяде Диме, что у вас там интересного? Кстати, а у вас в прошлый раз к нам приезжали не было столько много. Тут тетрадки, учебники. Классно? А ты рассказал, откуда я приехал? А, дядя Дима с Москвы приехал. Ого, ого. А были в Москве? Нет. Ни разу не были? Нет, ни разу. А хотели бы побывать? Да. Я больше всего хочу увидеть Кремль. Я там вообще ничего не знаю. Ничего не знаешь. Ну, может быть узнаешь в ближайшем будущем. А Юля что знает про Москву? Красная площадь. И все. В Москве только Красная площадь. Зрение сейчас нормальное в этих очках? Комфортно чувствуете? Классно? Ага. Ну, слава богу. Дима, надо потихоньку начинать. Время уже 6 вечера. Мы только-только приехали. Кстати, пока мороженое не расставило, надо его есть. Есть или убирать в холодильник? А, в холодильник нет. Вот туда надо есть. Реально, нет? Да. У вас не было холодильника? Нет. А где вы все храните? На улице. Ну, на зиму ухранили на улице. За лед. Все. Теперь будет холодильник. Ясно. Ну, тогда давайте помороженое, да? Тогда ты взял слишком много мороженого, да? Надо, чтобы все помороженки скушали. И продолжим тогда. Продолжим. Да? Да. Ну, погнали. Есть представление, что мы придумали сегодня? Нет. Нет вы сегодня? Вообще. Духово сидело. Юля, у тебя есть предположение? Каждый раз что-то неожиданное. Горяночные вещи нет. Пойдем переговоры переговоры. Мы вам дадим небольшую подсказку. Одно из действий сегодняшнего журналистка вечера будет проходить в этой комнате. Вы будете в комнату кухню ремонтировать? Наверное, вообще, да, наверное, так и называется. Ремонт кухни. Да, мы сегодня хотим немного преобразить вашу кухню. Что именно это будет, вот что будет входить в это преображение? Да. Вы чуть попозже узнаете. То есть мы заносим, сразу это все протирайте, чтобы чистенькое было. И мороженое там еще как раз по разу и доедите. Ну что, ждали приезда-то? Да, очень круто. Да? Я смотрела на время и всегда говорят, так где же они, где же они? Вот для вас сюрпризом, да, что дядя Дима приехал? Да. Вы потом время будет? А он не спортом занимается. Дима, да, он очень давно, давно занимался. Дима каратэ занимался. Дим, девочки спрашивают, ты, говорит, спортом занимался? Каратэ же 9 лет. Научите меня каратэ, чтобы манчера всех убивала. Дима, покажи пару приемов. Первое, чему учат, это отжиматься на кулаках. Умеешь? А, ну это я умею отжиматься на кулаках. Давайте, доедайте мороженое. Ну все, заносим. Руслан, я... Руслан бедный вообще сегодня прям. У девчонок нет холодильника. Ближайший магазин 60 километров. Личная большая просьба. Да, так учи надо доехать. Да, я там денежек, поехали. Так как времени мало, нужно ехать, потому что можем не успеть. 7 часов закрывается магазин. Есть все, что успею. Руслан, есть инстаграм? Дашь свой? Мы ссылку оставим, и я, и Дима. Я думаю, очень большое количество людей захочет поблагодарить. Пожалуйста, поблагодарить, потому что человек большой молодец. Он вызвался помогать. Помогает абсолютно бесплатно. И сейчас тоже едет за сюрпризом. Говорю тихо, что девчонки не услышали. Поэтому Руслан просто золотощил. Все, давай. Ждем. Все, девочки начали порядок наводить. Наводят порядок, и сейчас будут нам помогать. Мы тогда начинаем разбирать вот это все место. Много тоже предстоит работы, но... Волка боятся, если хотите. Если хотите, в клетки не заходите. А это как раз вот СВЧ, ну, мини-духовка, которую мы хотели поменять. Потому что, ну, здесь прям вообще ужас. Да. А в новой там и гриль есть, можно курочку приготовить, противень, ну, разные. Режимов много. То есть, ну, здесь вот совсем... Наверное, работает кто-то? Да, работает. Да, работает. А, конечно. Готовите? Угу. Ну вот. Скоро узнаете. Скоро узнаете. Скоро узнаете. Вот, Петр Петрович. Здрасте. С работы? Да, с работы, Баня. Здравствуйте, Пима. Очень приятно. Дмитрий. Ну, пойдемте, покажем, что мы там начали потихоньку делать. Ракуину получитая, что он туда-то не был. Да, да, да. Потом все мне там отсюда воду поищут. Вы же будете воду везти? Вот. И как раз-таки, я думаю, прям четко здесь все будет. Да, ну, у меня как раз-таки метр четыре. Поставим сразу раковину, вам останется только воду подвезти, и вообще круто будет. Хорошо. Да? Папа, все? Папа, тебе кто рубашку разгрыз? Прогрянет. Ты рабочая, девочки, рабочая девочка. Да, степляющая не попала. Да. Прям очень хочется холодильника. Потому что в тот раз пельмени купила, а мы забыли про них, и они испортились. Нужная штука, конечно, особенно летом. Ладно, если вы зимой могли где-то еще на улице хранить, то сейчас тяжело. Ладно. Так, ну все, тогда это место мы оставляем и начинаем. Петра Петровича, мы это... Что? Дима решил понадобиться. Почти, Мазарыч. Полезная штука? Ну, так-то, да, конечно. В том году он летом перестал работать. Он будет большой, вместительный, вам как раз можно и заморозку будет делать. Ну, вот такой вот. Береша? Нет, тут уже, как говорится... А, ну, одна камера, то есть одна дверка. Нет, там две. Ну, вот там, две камеры. Полезная штука. Петр Петрович уже начал все протирать потихонечку. Мешать же, наверное, будет. Ну-ка, давайте попробуем. Ну, что, ну, вот так и, наверное, вот так даже будет открываться нормально. Чуть-чуть, да, ничего? Да, это нормально все. Воду когда планируете заводить? Ну, что, что месяц будет, на 3-м месяц. От соседей. А, от соседей? А у них уже проведено, то есть, получается, все. А наша помощь в этом нужна какая-то? Да, так-то нет. Слив будет сделать другой тогда уже. Слив, да, это что, это нужно этот вырывать? В ямку все вставляют. Да, ну, септик полноценный делать. Любые наши действия, Петр Петрович, не обходятся без замены люстра. Ну, да. Мы привезли, да, что одна лампочка, ну, сейчас поставим, будет поярче. Ну, и плюс чуть-чуть поуютнее, маленько посовременнее будет. Потому что сейчас вечереет, что надо было в первую очередь где-то сделать, а и можно все остальное. Пойдем тогда дадим им все, с чем им заниматься. Нет, все, 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 все. Пойдем. Нет, ловите! Ну, прикинь, прикольно, да, вот так вот? Они так целыми днями могут играться. Так, а мы тогда пойдем секретно, быстренько повесим кольцо, и они вообще даже не будут знать. Нормально? О, трехочковый. Давайте баскетбольным, он специально предназначен для этого. Ооо, вот это красиво! Все, три, 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 шесть счет. Три, три, шесть. Один гол, это три очка. Я сейс. Юра, второе место, это третье место. Все, пятнадцать, да, у тебя? Да, второе место. Лида, первое место, Юля, второе, Ксюша, третье. И у нас есть призы. Есть за первое, за второе и за третье. Все, все. Вручай. Так, а где у нас участники? Участники соревнований. Так, первое место просим Лиду за подарком. Итак, в анимации любительский баскетбол вручается приз на первое место. Спасибо. Но так как картина большая, нужно делать втроем. Второе место у нас вручаются Юлии и такая вот собачка Хаски. И пойдем, Ксюша обиделась, наверное. Ты у нас все равно выиграл, и мы тебе дарим енота. Рисовала такое? Ты не расстраивайся. Я понимаю, что ты спортсменка, а все спортсмены не любят проигрывать. Это я сам по себе знаю, и Дима, наверное, знает. Просто у тебя еще такой возраст, да, что уметь проигрывать тоже надо. То есть, наоборот, нужно порадоваться, что у тебя там сестры победили. Вы должны друг друга поддерживать. Ладно-то это был бы какой-то соперник свой, да, там можно было биться. А вы должны, наоборот, друг за друга радоваться. Согласна? Ну ладно, это еще, я думаю, вот с возрастом придет. Но вы самое ценное, что есть друг у друга, Ксюша. Здесь, ну, по-другому никак. Дима, тем более, сам с многодетной семьи. Вот поделись опытом. Ну, Стас, очень важно жить дружно. Потому что действительно вы друг другу большая опора. Вы есть семья. И то, что кто-то выигрывает, кто-то проигрывает. Соревноваться с друг другом может быть и нужно. Но это нужно, скажем так, с некоторым пониманием, чтобы это не перерастало в какие-то... Да, в обиды. То есть игра, это всего лишь игра. И все. Сегодня кто-то выиграл, кто-то проиграл. Это большое количество, там сразу можно пропустить. А тут маленькое. Ну да, сложно, конечно. Постоянно маленькое. Но тогда мы знаем, что сделаем, чтобы все было хорошо, чтобы все были довольны. Я знаю, что ты будешь тренироваться, и мы сделаем еще реванш. В следующий раз. Хорошо? Будешь тренироваться, и сделаем. Петр Петрович! Да. Подойдете? Дима, вот Дима, он тоже с многодетной семьи. Прям они в свое время тоже прям вот тяжеловато жили. И вот Дима, он тоже с небольшого города. И вот это один из примеров, что и вот, Ксюша, ты можешь посмотреть, что всегда есть куда расти и может достичь очень-очень больших высот. То есть не за богатой семьи. Ну вот знаете, как бывает чаще всего. Вот поэтому вот Дима, живой пример на Ксюш, что все-всего-всего-всего в жизни можно достичь. Маленько развлеклись, передохнули, да, как говорится. И начинаем с тобой вешать верхние шкафчики. Маленько развлекаются. Холоденько. Холоденько. Видали? Круто? Да. Дима, какой подарок сделал? Дима, он успел. Это благодаря Руслану мы успели. Вон Руслан идет. Руслан герой. Пупырышки. Холоденько. Ох. Еще на себя. Это холодильник. Холодильник. Он выше, чем мы. Вам на всех теперь хватит. Руслан, ты прям за пять минут, да, до закрытия успел? За две? За две минуты. Круто. Респект прям. А сколько вы его купили? Да, спасибо Руслану. Огромное спасибо. И, кстати, магазину, который тоже подождали. Мы позвонили. Все сотрудники, они чуть дольше остались. Чуть дольше остались, чтобы кого-то. И Руслану один. И Респект, Руслан, хотел пожарить руку. Ой. Спасибо большое. Ну что, давайте распаковку. Давайте распаковку. Как все вовремя получилось, что только-только пусто закончил вешать. И уже холодильник. Давай, отодвигайся и отчихай. Не торопись. Теперь, девчонки, можно брать мороженого побольше. Да. Потому что у вас восководение. Будет где хранить теперь мороженое. Будет где хранить мороженое. Не только. Как мужчина скажу то, что Руслан, ты мужчина с большой буквы и ты сделал самый настоящий мужской поступок. Осталось повесить гордину, шторку новую, красивую. И здесь уже можно будет до конца уже все доубираться, заканчивать. И мы приступаем к следующему этапу. То есть то, что сейчас было, это было только самое начало. Сейчас? Да. Мы только начали. Я думаю, знаешь, как сделаем, чтобы и твоим, и моим подписчикам было интересно. Вот финальные эти доработки сейчас не будем показывать, а сделаем так, чтобы они все это видели уже в самом конце. Хорошо. Договорились? То есть покажем вот финальное уже преображение. Тогда мы сейчас все доделываем, да? Заносим то, что... Занести должны. Да. Говорим загадками, как мы это любим, да? Вы всегда загадками говорите. А у нас тут пока что мы закрываем. Опа! Вот такая красота. Да. В итоге у нас первый этап преображения к кухне, он завершён. Мы пока вам тоже не будем показывать, что в итоге получилось, потому что хотим, чтобы вы увидели уже всё в самом конце. Да. А сейчас... Девочки, что мы в прошлом выпуске с вами делали? В позапрошлом. Подарки дарили. Распаковывали подарки. Да. И сейчас мы несем очередные сюрпризы, вы будете их распаковывать. Ух ты. Ну что, наш вечер подходит к концу уже. Ну а самое интересное впереди. Впереди, да. Так, вот это для Петра Кутровича. Её пока в сторонку. А это девчонка. А это девчонка. Ну что, готовы? Да. Раз, два, три. Это микроволновка. Да. Ура. 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 Ксюш, помнишь, когда в прошлый раз вот ты мультиварку распаковывали, вот папа распаковывал, ты говорила, что прям микроволновку, ну хотели микроволновку, чтобы нормально разогревать. А это, я думаю, вам тоже понравится, это тоже полезная вещь в любом доме. Мультиварка? Мультиварка, да. Да блин, я думаю, микроволновки. Что, микроволновки не хватает? Да. Ну что, я думаю, спасибо всем, кто прислал эти посылки. Кто помогает. Кто участвовал, кто помогает. Доставайте, пойдемте смотреть, подключать. Вау. Красивая? Да. Модная? Да. Вы достанете, девочки, если на подоконнике будет? Да, достану. Ну, Дим, ставьте, пожалуйста. Мы брали и современную, и удобную микроволновку. То есть здесь прям показаны рисунки. Рыбу приготовить, либо, да, разморозить. Овощи, там, пицца и все остальное. Есть режим разморозки. Ну, как правило, люди ставят на максимальную. Вот. А здесь просто тайминг. Да. Или две-три минуты. Там уже просто поймете, ну, сколько там разогреть вам нужно, там, я не знаю, еду вашу. Да, Перпилыш, потом проводку все подделайте, что удобно. Что у вас стало много техники. Теперь надо все грамотно. Следующая ваша коробка. Да. Идем. Это распаковка, и что находится внутри, это будет полезно вам. Потому что вы хозяин в доме, поэтому больше уделяете внимания. Смотрите, папа, у нас печенька, у меня коробочка. Вот, иди, говорю же. Да, у тебя. Можешь взять, когда у меня печенька? Да. Доставайте. Это вытаскивайте. Где-то папа должен открывать все что-то. Ну, я съел, а вы дать уже. Открывайте. Ну, папа, она... Вы доставайте и туда несите. О, а тут подставка. Да. Точно уже технику, Петр Петрович, некуда скоро будет. Старфель. Да, не говори. О, как четко вошло-то. Еще это получилось, что по стилю, ну, получилось подобрать примерно похожее. Что-то красиво. Петр Петрович, ну, здесь я вам уже не подскажу. Я такой никогда не пользовался. Здесь есть инструкция, да, и тут уже с вами. Горкое, готовое хорошее. И вам только более можно будет хорошо научиться здесь. Не обожгетесь. Ничего просто повторили. Бурки. Я думаю, сейчас самое время показать финальный результат. Петр Петрович. Петр Петрович. Петр Петрович. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok У нас есть еще кое-что Да, у нас есть еще кое-что Это еще не все Собственно, мы приступаем к финальной нашей части Девочки, идите сюда Вы что, думали все? Всем интересно Ремонт постоянно делаю, каждый год делаю Ну, мы по возможности чем-то еще поможем Может Дима приедет для этого случая Может быть, к Диме приедутся Но это очень сложно Мы с Димой решили проверить, интересно ли нашим зрителям будет, чтобы девочки, либо я приехал к вам в Москву Вот, мы хотим сделать следующее Если это возможно Мы всегда говорим, что для нас активность, это правда очень важно Помогает каналу развиваться Если у нас получится собрать на моем ролике, либо на Дименом ролике 100 тысяч лайков То тогда, благодаря этому, у нас получится вывести девочек, возможно, в Москву, либо я приеду к Диме Поэтому мы будем вам очень благодарны, если вы вот прямо сейчас, может быть, поставите на паузу и поставите лайк этому ролику Для нас это будет большая поддержка Ну, у нас, собственно, финальная стадия Что это будет, вы пока не знаете И это очень хорошо, потому что будут еще сюрпризы Собственно, идем за ним Да Дима, отсчет? Три, два, один, марш! Это компьютер! Тааа! Ура! Это системный блок Это системный блок Ееееееее Доставай сразу его, ставь вот сюда Аккуратно Доставь Так, первый ингредиент есть Три, три, три Три, три, три Оп! А там есть флешка? А тебе зачем флешка? А мы презентации делаем Презентация? Да Это, смотрите, ультра тонкий Ну, прям вот по самые края экрана Я договорился по подключению интернета Ну, пока не звонили Да, должны позвонить Здесь у вас не все так просто Что это село Мало у кого есть И чтобы вы понимали Вот если в городе Подключают Волокно Витая пара То вот у вас здесь еще старый телефон То есть, не знаю, помнишь В молодости вот эти модемы Старые И здесь до сих пор так В первую очередь, конечно Это подарок для учебы Презентации, рефераты, доклады Все это здесь можете сделать О, спасибо! Четко! Опа! Качество, смотрите Монитора какое крутое Прям вообще Да, тут вам поставили уже Windows Поставили все Excel, Word, PowerPoint Наше небольшое упущение Мы не успели Мы не дождались Принтера Потому что принтер вам тоже нужно Распечатывать доклады И вот все вот эти вещи Он Мы его заказали Но он не успел прийти Это исправимо Да, исправимо В следующий раз увидимся Мы вам еще довезем принтер Чтобы могли распечатывать Ну, кстати, вопрос Вот этот Чего-то у вас Вот этот А что это значит? Это мультип У них такой плакат есть в доме Давай вот этот берем Вообще идеально Я думаю, это, наверное, их любимый мультик был с детства Сейчас будет что-то связанное с этим плакатом вашим Мы как будто в гостях у кого-то Это под яйца здесь, а второе под лед Под лед? Под лед? Да, я обожаю лед Ну, кстати, когда ходили в ГФ, они заказывали коктейль себе Еле лед Еле лед Теперь у вас будет свой лед Вы сможете готовить Сами себе делать лед Все, Петр Петрович, идеально вашу комнату Да? Есть фазка Да Хоть инструменты есть Хоть поскладывать мои Инструменты, одежду какую-то Нормально Только ты у меня здесь выпустили Я просто сейчас снял ее Пойдет, да Еще полюди На тебе, видите, полосы Сюрприз Еще один Открывайся Дочень сладкого здесь Да На, вкусный сюрприз Сегодня много сладкого И мороженое, что копаете Это донаты Вот такие как Бриты, ну Так, это у нас донаты И это у нас твор Прикольно Все, и кто режет Спасибо Диме скоро на самолет Да, кстати, друзья, мы снимаем этот ролик, по сути, получается два дня, и не все это видят, и вот я хочу сказать, что Игорь делает большую работу, действительно, он очень серьезно подходит к роликам, было сделано, разница колоссальная, потом обратно едем в Новосибирск, и мы практически сразу же на самолет и улетаем. Друзья, иногда вот со стороны кажется, что быть ютубером, это что-то такое легкое, нет, друзья, это действительно своего рода призвание. Конечно, не сложнее, чем на заводе работать, понятное дело, но есть свои сложности, нюансы, и психологически бывает сложно, когда герои тяжелые, сам не понаслышке это знаешь, делаем все по возможности. Поэтому, друзья, действительно, вот от себя скажу то, что, ну, этот ролик, не знаю, какой он получится на выходе, но то, что происходило два дня, это действительно очень-очень сильно. И давайте, друзья, действительно, давайте поддержим, поддержим в том числе Игоря, давайте поставим 100 тысяч лайков, он действительно достоин. И на Димином ролике также. Да, соответственно, потом я Игоря и девчонок приглашаю Игоря в Москву, и мы снимаем такой же ролик в Москве. Если вам нравится такая идея, друзья, то вы знаете, что нужно делать. Игорь, вот он действительно молодец, он старается. Я вижу, как у него растет качество, это меня радует, можно сказать, у нас с Игорем даже такие братские, наверное, отношения, если вот так вот сказать. Друзья, Сереже, большой привет. Сереже тоже большой привет. Дим, а, кстати, есть такое, что казалось бы, да, что у тебя был перелет, вчера ты снимал, а сегодня, а усталости нет. Усталости нет, но я, честно говоря, час еще и поспал. То есть усталость, но если есть, то приятно. Да, то, что здесь происходит, вот эта атмосфера, не знаю, камера, насколько передает, но частично передает, это вот воспоминания вот таких сильных ярких дней. А ведь наша жизнь, друзья, она и состоит из ярких и сильных воспоминаний. Да, как-то не хватает. Возможно, мы чуть-чуть чего-то туда добавляем и в вашу жизнь. У вас сейчас какие планы-то? Что делать будете? Уроки делать. Ты еще уроки будете? Время 11. Че? Мы тогда, наверное, поедем. Да, надо доехать, что ли. Да, мы поедем, что сейчас мы пока доедем, ребятам на самолет скоро. Будем потихоньку тогда выдвигаться. Пока-пока. До свидания. Учитесь, девчонки, хорошо. Присылайте нам ваши оценки. Вот, если будете учиться хорошо, то мы еще приедем. Делайте уроки, ложитесь спать, мы поедем. Оп, кулачки. И я тогда вспомнил. Все, пойдемте. Все, пока-пока. Петр Петрович. Спасибо. С вами еще увидимся. Помогли за ваши силы. Заботы, да, все такое. Ну, и тем, кто, естественно, тоже помогал. Да. Большое-большое спасибо. Дай Бог, приправить на сибирскую дорогу. Дай Бог, еще чем-то поможем. Да. Земля, как говорится, круглая. Да, земля круглая. Обустраивайтесь, учитесь там пользоваться техникой. Я очень рад, что теперь вам будет еще гораздо легче. Все, пока-пока. До свидания. Мне хотелось бы вас попросить только об одном. Дима – это тот человек, с кем мы очень хорошо общаемся. И он первый, кто поддержал меня на YouTube. Дима в тот момент уже был достаточно таким средним каналом. И он первый, кто заметил. Мы с ним познакомились. И вот с самого начала наше общение было таким добрым, душевным. И он первый, кто начал обо мне говорить своим подписчикам и вот как-то рекомендовать. И наше общение как-то сразу сложилось. Я Диме за это очень-очень благодарен, что вот за всю эту поддержку, что он оказывал. Он мне давал советы, много-много всего. Он для меня хорошего сделал. То, что происходило сегодня, для меня – это на самом деле показатель. Холодильник вообще не входил в наш план с самого начала. То есть это дополнительные расходы, причем немаленькие. Вы сами понимаете, что холодильник стоит недешево. Вот, про компьютеры он тоже проявил инициативу. Дима, тебе большое спасибо, ты человек с большой буквы. А вас хотелось бы, друзья, попросить только об одном. Я оставлю ссылку на Димин канал. Я думаю, и так многие знают. Но те, кто не знают, перейдите, подпишитесь. Диме будет очень приятно. На этом все. И я вам вот за все-за все тоже очень-очень сильно благодарен. Спасибо. Подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на мой инстаграм. Увидимся через неделю. И не забывайте про 100 тысяч лайков под этим роликом. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok